Добрый день! Сегодня 23 сентября 2020 года. Удивительно погожий денёк, солнышко светит, тепло. Деревья почти совсем не пожелтели, только начинают желтеть, хотя уже конец сентября. И я три или четыре видео назад обещал, что мы будем говорить об апокалипсисе, о снятии печати. Но последние три видео я посвятил не апокалипсису, а Евангелию, учению Евангелия. Конечно, на основе образов апокалипсиса я говорил об этом, но в основном по Евангелию я ничего не сказал о снятии шестипечати, о чём я обещал сказать. Прошу прощения, я частенько так уклоняюсь. Ну, как мы знаем из закона всеобщие взаимосвязи, всё как-то связано друг с другом, так или иначе. Поэтому, когда мы ведём о чём-то речь, мы на самом деле ведём речь об одном и том же. А самым главным наш курс добра, он восполняет, это дополнительное образование, да, курс добра, дополнительное образование. Мы восполняем то, чего нет в обычном курсе образования, то есть самого главного там нет. И поэтому мы всё время ведём речь о самом главном. Самый главный – это Господь Иисус Христос. И вот Евангелие – это Его учение. Он тот самый учитель всего человечества, как мы говорили, царь царствующих и Господь господствующих. И вот от Него все мы должны учиться. Чему? Об этом мы тоже сказали. И Он сам об этом прямо сказал. «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и научитесь от Меня, потому что Я кроток и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». То есть в первую очередь, конечно, надо учиться от Господа Иисуса Христа, надо учиться смирению, главной христианской добродетели, основной. И тогда будет покой на душе, да? Особенно в такое неспокойное время, которое описано в Апокалипсисе. Ну, как еще связано Евангелие с Апокалипсисом? Апокалипсис написал святой апостол Иоанн Богослов, любимый ученик Иисуса Христа. Лучший ученик, скажем так, получается, да? Лучше всех усвоивший Евангелие. И вот он написал Апокалипсис, и он же написал одно из четырех Евангелий. Вот, поэтому, конечно, связь тут прямая и очень ясная. Пережить вот эти все бедствия и ужасы, которые описаны в Апокалипсисе, можно только следуя учению Евангелия, учению Господа Иисуса Христа. То есть, будучи очень смиренным человеком, научившись этому от самого Господа. Давайте посмотрим на сегодняшний день. Один из последних теплых деньков, да? Осени. И вот у нас продолжается... Продолжается такой же вот... Как бы еще день теплый в истории человечества, перед страшной зимой. Пока что у нас есть немножко времени подготовиться к тому, что нас ждет. Вот, и как мы говорили, нужно в первую очередь сохранить разум свой ясным, не сойти с ума от всего происходящего. Вот, для этого нужно сейчас, пока у нас есть время, читать умные книги. И в первую очередь, Евангелие и Апокалипсис. Можете также почитать и мою книжицу. Вот она сейчас вышла небольшим тиражом. Как раз она посвящена... Посвящена образом Апокалипсиса. Как их применить можно к новейшей истории. К истории в основном XX века. Называется эта книга «Последняя жатва». То есть, конечно, я тоже в своем видео изложу то, что мне хотелось сказать. Но кто хочет подробнее изучить этот вопрос о снятии первых пяти печатей со таинственной книги, которая описывается в книге Откровения, в книге Апокалипсиса, в шестой главе, тот может приобрести эту книгу «Последняя жатва». Она есть в интернете. Вы можете просто поискать ее. Есть в аудиовиде, есть текстом. Вот. Я постараюсь в описании к этому видео указать ссылки. Можете купить на бумаге. Обращайтесь ко мне по-любому из известных вам адресов. Вот. А сейчас я коротко постараюсь изложить краткое содержание этой книжки. Одновременно это краткое содержание шестой главы. Шестой главы Апокалипсиса. Там описывается, как Агнец Божий, Иисус Христос, начинает снимать печати с таинственной книги за семью печатями, на которой семь печатей. И никто не мог снять их и прочитать, что же там в этой книге. И вот, когда он снимает первую печать, это видит святой апостол Иоанн Богослов. И он говорит, «Вышел всадник на белом коне, и дан был ему венец. вышел он как победоносный, и чтобы победить». И был у него в руках лук, как оружие. Оружием его был лук. Следующая, вторая печать, вышел всадник на красном коне. Оружием его был меч. И сказано, что дано было ему взять мир с земли, чтобы убивали друг друга люди. Когда снята была третья печать, вышел всадник на черном коне. И была мера в руке его. Мера в руке его. То есть, он что-то мерил, измерял. И вот ему было сказано, что некая мера пшеницы за динарий, а три меры ячменя за динарий. Елея же и вина не повреждай. То есть, все видят здесь указание на голод, что продукты питания будут раздаваться мерой и будут стоить дорого. Потому что динарий это, говорят, такая монета, которую давали за один день работы наемному работнику в древние времена. То есть, целый день работы можно будет купить вот одну меру пшеницы, которой едва-едва хватает на день человеку. Вот. То есть, как кормить свою семью? Вот ты работаешь, получаешь динарий и тебе дают за это самому не умереть с голода. Вот. А как твоя семья? Четвертая печать. Четвертую печать, когда снимает Господь с этой таинственной книги, выходит всадник на бледном коне. И имя ему смерть. И ад следовал за ним. Дана была ему власть умершвлять на четвертой части земли мечом, огнем, зверями и мором. Вот. То есть, это какой-то страшный, страшный всадник. Наконец, поговорим о том, что обычно этих всех четырех всадников как-то принято в культуре у нас объединять. Четыре всадника апокалипсиса. Вы можете множество таких картин найти, художественных произведений на эту тему. То есть, почему-то в западной культуре, в западноевропейской, сложилось такое мнение, что все четыре всадника апокалипсиса это какие-то бедствия, обрушивающиеся на людей, на человечество. Вот. Ну, нам нужно, как мы говорили уже, приступая к чтению апокалипсиса, нам нужно руководствоваться учением церкви, практическим учением. То есть, тех, кто на практике применял, изучал Евангелие, да, и кто знает и может других научить. Вот такой практический критерий. То есть, мы должны читать, как это понимали святые отцы, да, не так, как это понимали какие-то художники, да, которые рисовали какие-то ужасы, а так, как это понимает тот, кто вообще хоть что-то понимает, да, и не то, что, как сказать, что-то, а очень много, гораздо больше, чем мы, понимает и знает на практике. Вот. Так вот, церковное толкование, оно сильно отличается от этого принятого в светской культуре. Первый всадник совершенно противоположен другим трём. Он на белом коне, а белый цвет в апокалипсисе это символ божества, это символ чистоты, символ мудрости, символ любви, благородного происхождения от божества, символ власти. И церковные толкователи говорят, что первый всадник это проповедь Иисуса Христа, проповедь Евангелия. Вот. О прочих трёх всадниках церковные истолкователи говорят, что это как раз-таки, да, бедствие, это беды, которые идут на Вселенную. А первый всадник, победитель, это как раз евангельская проповедь, это самый положительный герой. И он победит. То есть мы верим не в борьбу добра со злом, как мы вот говорили, когда я был в Звёздном городке, если вы помните то видео, там у них в школе написано, что герб России содержит изображение святого великомученика Георгия, побеждающего змея. Так вот, это не символ борьбы добра со злом, это символ победы добра над злом. То есть вот это вот евангельская проповедь, проповедь Иисуса Христа, Его учения, Его слова, они победят. Они вышли для того, чтобы победить, и они победят. Вот. А остальные три всадника, да, это вот реакция, как мы говорили, это реакция зверя на то, что делает Агнец, на то, что делает Иисус Христос. Вот. Зверь, или дракон, начинает воевать. Да, красный, красный конь, символ крови. Ну и вообще в Апокалипсисе красный, это вот символ этого дракона. И зверь тоже багряный, да, красный в Апокалипсисе. То есть это гонение на церковь, это гонение на христиан, это вражда с проповедниками Евангелия. Черный конь, ну, черный, это противоположность белого, это, если белый, это цвет божества, то черный, это очевидно, да, что это символ сатаны, противника Божия. Тьма кромешная, образ какой, из Нового Завета. Тьма, темнота. Ну и последний всадник, четвертый, ад следовал за ним. Понятно, что это тоже прямая противоположность первого всадника. То есть вот такое разделение. Нужно понимать, что, когда вы встречаете в светской культуре вот эти слова «четыре всадника Апокалипсиса» и всех четырех, как сказать, чохом записывают в бедствие, это ложь. Первый всадник на белом коне совершенно противоположен трем остальным. Это очень важно понимать. победит не какое-то бедствие. Победит Евангелие, победит Иисус Христос. Это образ, это символ Его победы. И лук со стрелой образует крест. Это тоже христианский символ. То есть первый всадник на белом коне, вооруженный луком, вооруженный крестом, это символ Иисуса Христа, символ Господа нашего, символ Бога, Слово Божие, Евангелие, проповеди евангельской. И вот с нее начинается последняя эпоха в истории человечества. То есть с проповеди Евангелия она начинается. Со времен Иисуса Христа уже идут последние времена в истории человечества. Но наше время, конечно, самое последнее. И вот это будет поразительным признаком правоты апокалипсиса, если вы хотите убедиться, действительно это правда или нет. Во всем же надо убеждаться на практике, как мы говорили. Давайте посмотрим удастся ли вот в эти времена, когда будет царить Антихрист, везде свои порядки будет наводить, удастся ли всемирная победа евангельской проповеди? Смогут ли христиане по всей земле проповедовать Евангелие, несмотря на царство Антихриста? Книга Апокалипсис говорит, что да, смогут. Евангельская проповедь победит. Ну а три всадника, другие три всадника, то есть война, первый всадник с мечом, которому дано взять мир с земли, потом голод, то есть будут раздавать продукты малыми порциями, люди едва-едва будут сводить концы с концами, а многие так и умрут от голода. голод, война, голод. Наконец, третий всадник, это вообще имя ему смерть, какое-то человеку убийство страшное, и ад следовал за ним. Вот, и этот всадник тоже, то есть, как бы это сказать, адская смерть какая-то, да? Война, голод, смерть, не смогут победить или остановить проповеди Евангелия в мире. Евангелие, как сказал Господь Иисус Христос, будет проповедано во всем мире для всех народов. вот такие основные черты истолкования святых отцов. А нам еще предстоит приложить их к 20 веку, ну, и к немножко к 21. Это мы потом сделаем, а то уже у нас очень много. да, я у нас